здравствуйте меня зовут федор васильев в этом видео обзоре был бы форм билдер конструктор форум для jumla обновился до версии 205 и в новой версии разработчики внедрили возможность создавать опросы какие можно создавать опросы в этом видео мы сейчас посмотрим наглядно а также компонент форм теперь совместим с jumla 4 версии то версия jumla 4 который еще бета версия то есть нестабильная но форма уже имеют совместимость а также и другие нововведения в данной форме с которыми вы сможете ознакомиться на сайте разработчика но о самых главных о самых интересных новостях в этом видео давайте посмотрим итак на моем демо сайте форма уже установлены для тех кто не знает у меня есть целый полноценный видеокурс о всех возможностях данной формы в конце видео я сделаю отсылку об этой информации давайте сначала посмотрим что получается да то есть сейчас есть у меня опрос из трех вариантов опроса то есть какой движок лучше но это просто к примеру можно сделать картинками может без картинок но сейчас мы посмотрим из админки создадим форму во первых посмотреть как все быстро это делается где внедряется как это использовать можно на сайте то есть давайте посмотрим например я выбираю jumla нажимаю отправить я голосую за jumla и мы смотрим сколько голосов помечается такими вот линиями процентами дело в том что эти нововведения обновились несколько дней назад и те кто занимаются переводом на русский язык не успели еще перевести несколько строк поэтому вы можете наблюдать что каких-то местах будет не переведены строки нужно подождать несколько дней потом обновить русский язык и здесь все будет на русском языке вот так это работает при обновлении страницы я могу опять голосовать но это у меня так настроена опрос на самом деле там можно сделать так чтобы человек голосовал только один раз до чтобы у нас было так сказать чистое голосование я сейчас это сделал специально чтобы просто вам показать внешний вид вообще как это работает то есть простые опросы но не в простой так скажем форме достаточно сложном компоненте но сложный в плане того что у него очень много возможностей а на самом деле настраивается здесь все просто и давайте уже посмотрим в админке как это все делается компонент у вас должен установлен быть после установки вы найдете его 10 формы вы должны убедиться в том что у вас компонент форм последней версии 205 на момент записи видео лицензия активна то есть это платное расширение только в этой версии у вас будет возможность делать опросы и как создается очень просто нажимаем на кнопку создать как-то называем ее назову опросы 2 нажимаем далее и здесь у нас по сути builder конструктор форм с левой стороны есть различные элементы которые мы можем просто мышка перетащить на 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 наш холст вот в эту область и настроить то есть работает по принципу конструктора страниц любой конструктор страницы на любой движок работа этой формы идентичны но мы рассматриваем с вами в этом обзоре только нововведение полз вот это и то есть опросы то есть в новой версии форм появилась здесь вот такая вот иконка мы просто перетаскиваем сюда на холст это и есть опросы смотрите у нас уже сразу есть три варианта но чтобы опрос у нас работал нам нужно повесить кнопку находим здесь есть кнопка отправить ее нужно переместить сюда на написать можно на кнопке все что угодно например отправить давайте сохранимся вот здесь это сохраняется допустим мы с вами настроили сейчас мы сюда еще вернемся и более детально рассмотрим как это вывести на сайт закрываем вы можете это вывести шорткодом в любой статье jumel в любом месте на сайте jumel у каждой формы есть свой шорткод а также появляется кнопка в редакторе удобная кнопка для внедрения форм где угодно смотрите допустим надо вставить в статью мы переходим в материалы создаем статью как-то называем статью и после установки компонента форм у вас появится 10 такая кнопочка форм нажимаем во всплывающем окне вот это все это все созданное ранее мною формы название форм вот опроса 2 который мы то что с вами уже создали выбираем вот так это выглядит в статье шорткодом а на сайте уже будет реальная форма сохранить закрыть это мы создали только статью теперь надо указать где на сайте именно меню давайте быстренько выведем еще меню здесь мы выбираем материалы материал этот материал опросы 2 до где у нас шорткод с опросами сохранить закрыть все на этом вывод по сути окончен если мы обновим страницу нашем меню здесь я увижу пункт меню опросы 2 если я перейду вот они наши опросы если мы ничего здесь не настраиваем то они изначально выглядят видите название не те которые нужны и можно несколько сделать выбор нажать отправить и сразу сделали три выбора вы это видите кстати форма работает и на мобильных устройствах то есть адаптивный мобильный дизайн давайте посмотрим видите хорошо смотрится на мобильных устройствах на любых то есть она имеет адаптивную мобильную версию давайте вернемся с вами формы вернемся в нашу форму которому то что создали но теперь поговорим настрой когда можно ширину вот прям задать сразу вот как-то так зайдем давайте в настройки и здесь поговорим про настройки то есть название каждого ячейки голосования можно менять здесь легко например jumla можно писать прямо здесь wordpress то есть например выбор движков да какой движок вам больше нравится дальше если у вас больше подразумевает количество вариантов то по плюсу вы добавляете столько сколько вам нужно еще пунктов для выбора да и также можно удалять вот так вот легко ненужные пункты опять осталось три дальше цвет голосования то есть вот эта линия до одного цвета если нужно сопроводить разным цветом вы легко под каждым пунктом можете поменять цвет на тот который вас интересует наглядно сейчас увидим как это работает также пункты можно мышкой перетаскивать вот так менять местами если вдруг порядок не тот также можно сделать по умолчанию чтобы был выбор какой-то к одному варианту давайте вот сейчас сохранимся и посмотрим обновлюсь так чтобы нам увидеть опять форму смотрите давайте мы зайдем с вами общие настройки во первых над формы название какой движок например вы предпочитаете вот здесь можно задать сделать поле обязательным тогда появляется вот здесь вот звездочка что если что выбор нужно сделать обязательно давайте включая здесь я это не буду свойства то есть пока эти поля у нас на английском языке как я уже сказал ранее что чуть позже язык тоже обновится и будет здесь все на русском и чтобы вы могли протестировать вашу форму перед тем как на сайте ее опубликовать вы можете переключить вот этот ползунок который позволит голосовать вам неограниченное количество раз то есть одному человеку давайте сохранимся обновимся вот видите при обновлении страницы у меня сразу зажат чекбокс это то что у меня задано вот здесь вот видите звездочкой то есть я выбрал и нажал звездочку если хотим отменить это опять выбираем нажимаем звездочку сохраняемся обновимся то не зажаты никакие опции во первых выбор человек может сразу несколько выбор сделать несколько несколько вариантов если это не нужно тогда мы с вами вот что делаем мы отключаем вот эту возможность сохраняемся тогда вместо квадратиков у нас появляется радио кнопка и тогда можно выбрать только один вариант отправить давайте посмотрим вот это выглядит так разными полосками у нас помечается цветными при обновлении опять есть возможность мне же голосовать как я уже говорил вот этот ползунок переключите будет возможно голосовать только один раз показывать ли подсчет голосов думаю что это полезно выставить если вдруг по каким-то причинам вы закрываете голосование вот этой вот ползунком смотрите тот эта кнопка исчезнет но хотите оставить результат голосования то вот так это будет выглядеть голосовать будет нельзя но результат останется также вы можете поставить дату окончания голосования до например 31 автоматически закроется голосование и поставить колонки например в три колонки давайте посмотрим как это будет выглядеть на сайте вот так вот и я это все будет хорошо смотреться на мобильной версии дальше мы с вами посмотрим сопровождение картинками например выбираем пункт вот здесь вот есть иконка изображения также здесь можно дублировать копировать элемент или удалить выбираем изображение загружаем вот по этой кнопочки с компьютера изображения я выбираю уже иконку у меня загружена выбираю дальше я выбираю например wordpress для wordpress выбираю иконочку и выбираю для третьего голосования выберу свой логотип сохранить вот так вот это симпатичненько смотрится да можно кликать прямо по картинке все равно точка помечается здесь отправить и смотреть результат по настройке общего дизайна данной формы цвета и так далее я это все уже рассказывал своем курсе на этом в принципе обзор я могу закончить информация для тех кто хочет освоить конструктор страниц grid box на высшем уровне узнать все детали тонкости для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс здесь сейчас увидите информацию лендинг печь на лету 20 а также и другие продукты полезные от компании был бы например это конструктор форм для построения лид формы для сбора заявок тоже очень важная тема технологии drop and drop все очень быстро красиво можно очень сложные формы настроить калькулятор услуг и так далее для этого я подготовил вот здесь вот информация курс по формам и конечно же я хочу чтобы вы сэкономили на приобретение данных веб-инструментов я предлагаю уникальный бессрочный промо код с 50 процентной скидкой на приобретение всех продуктов от компании бэлбэл и и и и Субтитры сделал DimaTorzok